Всем привет! Сегодня я расскажу, как тренировать лоры на флюксе. И на самом деле это не сложно, и причем это даже очень увлекательно и очень сильно затягивает. Особенно, когда ты можешь создавать свой собственный стиль и добавлять его к своим картинкам. За этим очень интересно наблюдать и очень советую попробовать. Единственный минус – процесс это далеко не быстрый, и чем слабее видеокарта, тем лора будет дольше тренироваться. Как вариант, можно просто оставить лору тренироваться на ночь и топать спать. Или запустить тренировку, когда вы на работе, потому что во время этого особо на компьютере ничего не сделаешь, так как используется вся оперативная память и вся память с видеокарты. Ну что ж, не будем долго растягивать, перейдем к самой тренировке, и сейчас я покажу, что нужно скачать и установить. Для начала переходим на страницу приложения FluxGames в гитхабе. Спускаемся чуть ниже и выбираем OneClick Install. Переходим на страницу Pinocchio, и если у вас она не установлена, то скачиваем Pinocchio для компьютера, то есть для Windows. Скачиваем и распаковываем архив в папку. И запускаем экзешный файл и устанавливаем. После того, как установится Pinocchio, устанавливаем само приложение FluxGames со всеми компонентами. Оно устанавливается примерно минут 30, так что успеть попить чай с плюшками или заняться чем-то полезным. В конце установки нужно будет запустить приложение, это займет еще минут 10, по крайней мере у меня было так. Потом запустится само окно для тренировки. Настроек здесь немного, разберется даже ребенок. В первой колонке пишем название нашей лоры. Ниже пишем триггерное слово, хотя на самом деле лоры и без него тоже неплохо работают. Еще ниже выбираем модель. Я выберу Dev2 Pro, говорят она быстрее работает, чем Dev1, но это не точно. Как раз сейчас это и проверим. Далее выбираем видеопамять, у меня 20 гигабайт, если у вас меньше, выбирайте меньше. Если, например, у вас 8 гигабайт, то все равно выбирайте 12. Repeat Trends Per Image, это переводится как повторение обучения на изображение, отвечает сколько раз модель увидит каждую картинку за одну эпоху обучения. Чем больше значение, тем модель лучше запомнит ваши картинки. Но слишком многое тоже не стоит ставить. Думаю, что от 5 до 10 вполне достаточно. Если, например, вы хотите сделать стилизованную лору, то можно поставить значение где-то от 5 до 10. Я имею в виду, что если вы хотите натренировать какой-то стиль определенный или эффект. А вот если вы хотите натренировать лору на своих фотографиях, то стоит поставить 10 и даже больше. Чтобы модель запомнила больше деталей с ваших фотографий, и они, картинки, то есть были больше похожи на оригинал, то есть на вас. Но все это индивидуально, прежде всего отталкивайтесь от возможностей вашей видеокарты. Я сегодня буду тренировать лору не на своих фотках, я и так себя вижу каждый день в зеркале. Буду тренировать лору в стиле своих артов, которые я делал на Excel модели. Поэтому значение я поставлю 6. Ниже Max Trend Epoch, это максимальное количество эпох обучения, то есть это один полный проход через весь обучающий датасет. Датасет, если вы еще не знаете, то это набор примеров того, что модель должна научиться распознавать и генерировать. Он может включать картинки, текст, музыку и так далее. В нашем случае это будут картинки и их описание. Так вот, количество эпох я поставлю 8. Я уже выбирал настройки по умолчанию, мне кажется, для обычной стилизованной лоры их можно сделать поменьше. В любом случае, мы это скоро узнаем. Теперь давайте добавим картинки и потом вернемся обратно к настройкам. Я заранее приготовил картинки в стиле фэнтези размером 1024 на 1024. И после загрузки приложение само почитало, сколько потребуется шагов для тренировки этой лоры. Так как здесь нельзя выбрать разные размеры, а только 512 на 512 и 1024 на 1024, то лучше, чтобы картинки для датасета были квадратными. Можете попробовать добавить другого размера, но в этом случае ваши персонажи или фотки не будут вмещаться в картинку и скорее всего голова или туловище будет обрезанным. Я уже пробовал и все генерации, получается где-то половина брака. Насколько я помню, в кофе можно было выбрать по ширине и высоте, но это не точно. Здесь пока так. После того, как вы добавите картинки, нужно будет добавить к ним описание. Чем разнообразнее будет описание, тем точнее модель будет работать. Можно воспользоваться встроенной моделью для распознавания картинок Florence 2. Про эту модель я уже рассказывал вот в этом видео. Она есть в форже, во вкладке Space, она автоматически добавляет описание к картинкам. Но все равно лучше перепроверить и исправить описание так, как вам надо. Я это делаю в обычном простом переводчике. После того, как вы закончили с описанием, можно вернуться к первой колонке, где программа подсчитала общее количество шагов для всех картинок. Sample Image Every N Steps означает, что приложение будет создавать образец изображения каждое энное количество шагов. То есть это значит, что можно посмотреть, как тренируются картинки. Но при этом скорость тренировки будет значительно ниже. Поэтому здесь никакие значения я писать не буду. Но вы можете написать и посмотреть, как это работает. Размер картинок ставлю 512. На этом размере лоры тоже получаются неплохо. Я пробовал и на 1024, и критичной разницы не заметил. Самое главное, чтобы ваши картинки для тренировки были уже четкими, без дефектов, кривых пальцев, косых глаз и прочего. Так как модель именно так ваши картинки и запомнит. И потом то же самое будет выдавать. Так что создание датасета тут тоже не менее важное. Теперь переходим к третьей колонке и жмем старт тренинг. То есть у нас начинается тренировка. Если вам кажется, что ничего не происходит, просто зайдите в терминал и увидите, чем приложение сейчас занимается. Какое-то время нужно будет подождать, пока подгрузятся все модели. После того, как запустилась первая эпоха, можно застечь время, сколько она будет продолжаться. Таким образом, вы сможете почитать, сколько всего займет времени вся тренировка. В процессе можете заглянуть в диспетчер задачи и посмотреть, сколько ресурсов тратится на эту тренировку. Здесь видео память, а сверху оперативная память. Когда тренировка закончится, у вас появится вот такая надпись, которая означает, что обучение лоры завершилось. Теперь можно перейти в папку Outputs, где сохранилась натренированная нами лора. Вес цена всего 38 мегабайт, поэтому копируем ее и закидываем в папку с лорами. Запускаем Forge и прогоняем лору по всем весам, чтобы понять, на каком весе лучше всего она работает. Лучший результат получился в районе 0,5. Но можно сделать и чуть больше, и чуть меньше, и она тоже будет хорошо работать. Можете тоже ее протестировать, я ее уже выложил на ЦВТАИ. Можете скачать ее оттуда или скачать с моего блога на Бусти. Также оставлю все примеры, которые были в видео. А также сравнение весов. Можете писать комментарии там или писать под видео здесь. А лучше всего пишите свои комментарии в Дискорде, в обсуждениях, потому что я сделал его специально для этого. Так что переходите туда, куда вам больше нравится. На этом у меня все. Всем успехов в творчестве. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok